20 минут о стильном и красивом, что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Мейкап-тренды этого сезона сосредоточены главным образом вокруг естественного макияжа. Много теплых оттенков, по-прежнему акцентные брови и тщательно проработанный тон кожи. Макияж мы всегда начинаем с подготовки кожи. То есть здесь обязательно протереть лицо перед макияжем, то есть либо тоником, либо мицеллярной водой. И далее мы наносим уход, либо базу. То есть в принципе дневной макияж у нас до сих пор остается максимально незаметным, то есть это легкий тон. До сих пор сияющая кожа, она никогда не выходит из тренда. Ополняем консилером, чтобы перекрыть следы недосыпа, венки, которые выступают. Консилер у нас от тонального отличается тем, что он более плотный по своей пигментации, но более легкий по своей текстуре. Создаем более волосковый эффект. Обязательно всегда после того, как наносим тени или карандаш, всегда еще раз прочесываем гелем. Пушистые – это красиво зачесанные брови. Никогда они выйдут из моды. Тон бровей мы подбираем на тон выше, чем оттеночек волос. Конечно же мы добавляем бронзер, который в принципе хорош как летом, так и зимой, тем более на нашем Южном Урале. Остается тенденция монохрома, то есть мы сочетаем один оттеночек и в губах, и в румянах, в тенях. Так как мы хотим сделать акцент на губы, но не делать все-таки четкой графики, а более легкое покрытие сделать, бальзам с губ мы не убираем, а наносим прямо на него. Нанесу поплотнее, а потом растушую пушистой кистью, и у нас будет эффект зацелованных губ. Фуксия – это все оттенки красного, они всегда остаются на пике популярности. Все оттенки бежевого, нюдовые тона. И финальным этапом макияжа я нанесу спрей для закрепления. Оттенки губ, оттенки глаз как раз выполнены в осенних цветах, то есть это и бронза, здесь у нас такой бордово-красный, несколько, наверное, оттенок пожухлой листвы. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Главный враг идеальной прически в холодное время года – это головной убор. Можно сделать удачное окрашивание или стильную стрижку в салоне, но все испортит шапка или берет. Справиться с проблемой помогает перманентная укладка при корневой объем. И сейчас я расскажу, как это работает. Есть определенная техника, есть определенные бигуди, которые дают возможность создать прикорневой объем. То есть это тоже из серии перманентной укладки, это сейчас называется не карминг, не химическая завивка. Все-таки перманентная укладка называется. То есть мы просто приподнимем корень, то есть проработаем составом прикорневую зону, чтобы она у нас имела объем. Конкретно задача у нас прикорневой объем создать. Соответственно, мы взяли бигуди в виде зажима. Здесь не будет кудрей. Здесь будет просто вот такой вот чуть-чуть объем, естественно, от корня. Сначала мы очистили волосы. Кожу головы здесь сильно не очищаем. Почему? Чтобы не смыть липидный слой. Так как все равно у нас химическое воздействие, поэтому кожу нельзя сильно очищать. Нужно ее мягко очистить. В основном очищаются волосы. Дополнительный объем от корня – это то, в чем нуждаются обладатели длинных волос. Особенно те, у кого очень тонкие волосы, а также те, у кого волосы быстро становятся жирными. С тонким волосом, тех, у кого кожа немножечко склонна к жирной. Когда морозы, холода, у нас семум выделяется больше, соответственно, кожа жирнится и волосы тоже. Когда мы делаем прикорневой объем, у нас получается, что волос не плотно прилегает к коже головы, и волос не грязнится. И, соответственно, кожа так тоже не выделяет такое количество себумов. И укладка держится дольше. Мы можем вообще зонально здесь работать. То есть хочется вытянутый силуэт, мы можем сделать на определенной зоне. То есть мы можем сделать на теменной зоне зону, деки это называется, и верхние боковые зоны. И чуть макушки, часть дозапилочного бугра. Это самая такая проблемная зона, которая всегда без объема. И, соответственно, будет вытянутая форма. Можно сделать в области челки вот здесь объем. Кому-то надо, чтобы она стояла, челка. Можно по всей голове сделать. Но это будет просто круглая голова. То есть нужно смотреть, какой овал лица, какой тип лица. То есть пойдет ли такая форма. То есть форма же видоизменится от объема. В зависимости от того, где будет объем расположен. При завивке мы можем дать направление волосу. Поменять природный рост волос мы не можем. Это генетика. Но сделать направление, поменять на какой-то период времени мы можем. Кому-то от лица нужно. Вот мы носим на прямой пробор, мы будем делать от лица. Кладем вот, да, бигуди. Если кто-то носит на какую-то сторону, соответственно, направление будет другого. То есть еще нужно направление выбрать. От этого тоже будет объем зависеть. Эффект держится месяца 2-3. Можно повторять через 2-3 месяца. Меди-Арт – это платье вашей мечты. Меди-Арт – гарантия восторженных взглядов. Привет, ребята! Сегодня я вам проведу мастер-класс по приготовлению пиццы «Виктория». Ребятки, берем скалку и от центра к краям начинаем катать. Дальше, ребятки, нам потребуется прокатать лепешку. Нам понадобится соус, чтобы смазать пиццу. Ребятки, дальше мы будем укладывать начинку. Сначала мы будем укладывать помидорки. Все помидорки любят. Теперь будем колбаску укладывать по всей пицце. Теперь будем выкладывать курочку. Ну и что, осталось нам только сыр положить. Тоже по всей пицце. Приступаем. Теперь будем жарить пиццу и кушать. Все, наша пицца готова. По окончанию нашего мастер-класса я хочу вам вручить сертификаты, что вы настоящие повара. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Инстаграм у большинства людей ассоциируется с красивыми картинками. А между тем, эта площадка такая же многогранная, как и сама жизнь. Свои аккаунты есть и у салона красоты, и у клининговой службы, и у автосервиса. И о том, как сделать этот аккаунт эффективным, на конкретных примерах мы рассказываем в проекте Инстачек. Сори, еще разочек. Начиналось это все с автоэлектрики, потому что это одна из самых сложных систем автомобилей. И дальше уже клиенты начали просить постоянно, что давайте вы расширитесь до мелкосрочного ремонта. Знакомьтесь, Василий, руководитель автосервиса, в котором сразу два ключевых слова. Авто. Компания занимается ремонтом машин и сервис. Здесь все настолько клиент-ориентировано, что не перестаешь удивляться такой искренней заботе об автомобиле и его владельце. Стараемся оказывать полный комплекс, чтобы клиент пришел, оставил ключи, сделал все свои дела, пришел, забрал уже целый автомобиль. Его не касается ни поиска запчастей, ни поиска каких-то других мастеров. Мы здесь это не чиним, отправляем сервис-партнерам. Ремонт рулевой рейки тоже самое. Мы здесь можем это качественно диагностировать и сказать, что вот здесь реально проблема. Причем мы даем гарантии на это, что если у нас мы поставили неправильный диагноз, то мы тогда денег не берем никогда. Конечно, такая команда сложилась относительно недавно, которую вы сейчас видите, потому что очень струблезно подходим к подбору персонала. Я про электрику еще не сказал, надо тоже сказать. Кстати, за свою работу компания завоевала не только любовь клиентов, но и признание в профессиональных кругах. У меня и механики, и я, и менеджеры все проходили, это было на протяжении нескольких месяцев, различные опросы, интервью и все прочее. И как бы с первого раза подошли и заняли вот третье место по Уралу, по всему, лучший автосервис. В компании, где принято все вопросы решать самостоятельно, и первые странички в соцсетях тоже создавали сами. Мы начинали с того, что, конечно, сами создали группу ВКонтакте, сами создали аккаунт в Инстаграме, что-то там пытались, сделали, но никакого эффекта это не принесло вообще абсолютно. Подходящее SMM-агентство ребята тоже нашли не сразу. Поработав с одними Инстаграм-продвиженцами, поняли, что по-настоящему нужно их бизнесу. Я сразу же сказал, мне не интересно просто продвижение в Инстаграме, мне интересно продвижение моего бизнеса в целом. То есть это придумывание и каких-то маркетинговых ходов, и продвижение в Инстаграме. Этими вопросами занялись наши ведущие Аня и Лина из агентства ProPrMedia. Итак, мы познакомились с компанией, с их деятельностью, теперь переходим к их аккаунту. Верно ли она отражена у них в аккаунте? Итак, начнем сразу с имени профиля. То есть здесь у нас все слитно, непонятное полное название, что это. Название аккаунта очень длинное, оно плохо читабельно, и оно не актуально по сравнению с логотипом. В имени поисковой строки написано все верно, да, это автосервис Челябинск. Но я бы добавила автосервис, может быть, автозапчасти Челябинск. В шахте профиля нет уникальности, то есть здесь написаны общие моменты, да, чем занимается автосервис, но не написаны, какие текущие тут акции, нет уникального торгового предложения, которое дает сервис. Они указали свой сайт, я бы еще добавила какой-то призыв к действию, например, запишись онлайн через сайт и получи скидку 3% или скидку 5%. Нужно какое-то действие, чтобы человек перешел на данный сайт, а не просто, чтобы сайт у вас висел в самой шахте профиля. Далее, мы смотрим актуальные истории. Здесь они отсутствуют, то есть есть вкладка отзывов, да, отзывов там нет. Я бы еще добавила прайс, услуги, которые они предоставляют, с какими машинами они работают. Но там же вырежут, я просто говорю, меня можно вообще не останавливать. Попадая в ленту аккаунта Автовольт, мы не видим ни навигации, мы не видим, где они находятся, какие услуги они предоставляют. То есть здесь фотографии просто машины работы, да, то есть работы не описаны. Я как потенциальный клиент автосервиса дальше искать по странице не пойду. То есть я хочу зайти на аккаунт и увидеть четко, сколько стоит, сколько по времени. Должна быть навигация по странице, контакты, услуги, акции. Итак, что я могу сказать здесь о текстах, да. Заголовок очень длинный. Вообще рекомендация для коммерческих аккаунтов такая, вставляйте заголовок на фотографии. Это будет и навигация, и заголовок, который вы не должны повторять уже в тексте. Не растягивайте, пишите тексты не более 2000 символов обязательно, потому что больше 2000 читать никто не будет. Итак, что по поводу хэштегов. Хэштеги это сейчас самое актуальное бесплатное продвижение, которое может любой аккаунт использовать. Вы должны всегда ставить хэштеги по запросу вашей целевой, хотя бы 5. Автовольт 74 использовал только один хэштег именно в данном посте, что, конечно же, очень плохо, потому что данный пост, он никак не продвигается по каким-то связанным, либо смежным хэштегам. Мы поменяли аватар, поставили его более разборчивым, читаемым. Поменяли имя, разделили его на несколько частей, то есть теперь у нас четко просматривается совпадение с логотипом. Мы поменяли шапку профиля, указали точные локации сервиса, то есть это центр ЧМЗ для поискового запроса. Также мы писали актуальную акцию, которая сейчас действует, да, то есть это бесплатная замена масла. Мы сделали актуальные истории именно по запросам, вакансиями, акциями, контактами и процессам работы. Мы поменяли полностью визуал ленты, сделали в стиле автосервиса, взяли за основу черный цвет. Для узнаваемости во всех соцсетях мы не стали использовать другие цвета, поэтому теперь у нас в аккаунте есть полная навигация, есть вопросы, да, которые задают потенциальные клиенты и клиенты. Мы разработали здесь уже, так скажем, полную маркетинговую стратегию продвижения, да, то есть как повысить узнаваемость сервиса. Мы поменяли полностью концепцию написания текстов. Ставьте себя на место вашего потенциального клиента и отвечайте на его вопросы в ваших текстах. Тогда они у вас будут все собраны, читаемы и понятны. Мы считаем, что не нужно лить воду, мы видим приход подписчиков, которым это интересно и которые смотрят. То есть сейчас мы понимаем, что работа идет эффективно, потому что более 10% подписчиков, они реагируют лайками на публикации. То есть мы можем говорить о том, что вовлечение в аккаунт, оно есть и оно работает. Получая сообщение в директ не с глупым вопросом, подскажите, а сколько это стоит, либо, а как вам записаться, а куда вам поехать. Они просто пишут четко сразу, запишите нас, дата, время. Итак, мы наглядно видим, что на старом аккаунте не использовались хэштеги, соответственно, бесплатного продвижения не было. Теперь давайте мы посмотрим на новый аккаунт, который мы восстановили, так скажем, возобновили, изменили. Мы видим, что от хэштегов у нас есть 86 приходов. Это достаточно неплохо для такого небольшого автосервиса, как Автовольт. Конечно, за столько лет основной поток у нас все равно. Это постоянщики, у нас уже больше 3000 клиентов база. Но благодаря поддвижению вот этому всему в соцсетях, эта база растет. Я вижу, что она растет. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте нас с комментариями и лайками. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok